и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Толкование блаженых иковат. Начав с того, что доставляет большие блага, и сказав, что правда Божия открывается через благовестие, употребляет теперь выражения, которые могут устрашить. Ибо знал, что большая часть людей привлекается к добродетели и страхам. Так и Господь Иисус, говоря о Царстве, говорит и о геене. И пророки сначала предлагают обетование, а потом угрозы. Ибо первое есть дело, предваряющей воле Божией, а последнее следствие нашего нероднения. Я хочу сказать, мы когда ходили с благовестием по домам, и Саша Загуляев пошел тоже на благовестие, долго не ходил он, что-то как-то отнекился, потом говорит, ну ладно, пойдем. И мы ходили вот в домах, где Балабуев живет, здесь пятиэтажки, и как раз к нему и попали потом. Ну я так строю свою речь, вот как бы сказать, чтобы человека привлечь. Православная церковь, предлагаем вот Слово Божие там и так далее, на занятие такое. А Саша так говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, и о геене еще добавлял. И у него вообще никто ничего не брал. Никто не взял у него, ни один человек. Самое лучшее это просто выслушает и все. А так через дверь он скажет, и тишина, и никто, никаких, ни ответа, ни привета, ничего. И он прошелся и говорит, ну вот так вот, и благовестовать, и больше не пошел на благовестие. Один раз вот прошли мы с ним, там несколько домов пятиэтажных. Так что, это очень, очень, да, ну, я хочу сказать, что, как бы для человека это очень важно. Как, о чем ему говорят. Это как вот у нас с Игорем-то, типа он тоже был. Там у нас пыль на объекте всегда, потому что такая работа. Ну и чихаем, то один, то другой чихнет. Ну а Игорь такую присказку сказал, говорит. Мне, говорит, иной раз непонятно, когда я чихну, а мне говорят, здоровья тебе. И я, говорит, все время думаю, то ли обличить, то ли поблагодарить. Еще, говорит, не сделал до конца его поровну. Я говорю, ну давай, чтобы искушения не было, мы будем не здоровья желать, а царства небесного. Ну и получилось так, пришла его мама посмотреть там, как работы идут. И он чихнул там, что-то. А я ему так по привычке, да, царство тебе небесное. Мама так притормозила Веру Петровну, посмотрела. Потом прошла, потом говорит, как же так? Вы вроде в одной общине вместе. И ты, Игорь, так ему сразу, что-то желаешь смерти, что ли? Царство небесное так. Я говорю, да Христос, говорю, пришел, все в царство небесное подал. Мы как бы это уже туда и здоровье входит, и все, пришлось оправдываться. То есть для людей мира сегодня. Даже царство небесное, пожелай, это уже как гиена. Потому что столько много присказулек, заказулек всяких, всяких пословиц и прибауток, которые люди взяли себе на вооружение в жизнь, и идут по ним. Ну, вроде того, что в ногах правда нет. А мы сейчас будем читать здесь, в Евангелии, ну, там первое, будем читать, что как раз и правда там в ногах. Блаженные ноги благорестующих, мир благорестующих, благое. Прочтем мы вскоре. Так что дальше. Обрати внимание на порядок речи. Пришел, говорит Христос, и принес тебе оправдание и прощение. Если не премьешь их, то открывается гнев Божий с неба, очевидно, во время Второго пришествия. И теперь мы испытываем гнев Божий и теперь, в этом, в настоящее время. Но к исправлению. А тогда, во Второе пришествие Христа, только к наказанию. И теперь мы во многом думаем видеть обиду от людей, а тогда ясно будет, что наказание от Бога на всякое нечестие. Сегодня как раз проповеди об этом были. И первая проповедь касалась этого. А вторая прямую во Страшном Суде. И вообще вся неделя посвящена Страшному Суду. То есть Второму пришествию Христа. Истинное служение и благочестие одно. А нечестие многообразно. Поэтому не сказал всякое нечестие, так как оно имеет много путей. И неправду у человеков. Нечестие и неправда не одно и то же. То бывает против Бога, а против человеков неправда, против людей. И при том, первое, есть грех созерцательный, нечестие, а неправда человеков, это деятельное. И неправда имеет много путей. И во ближнего обижает кто-нибудь, или в имении, или в жене, или в чести. Впрочем, некоторые утверждают, что апостолы под неправдой разумеют учение. А что значит подавляющих истину неправдой? Послушаем. Истина, или ведение о Боге, вложено в людей при самом рождении. Но эту истину и ведение язычники подавляли неправдой. То есть, оскорбили, поступая против сообщенного им, приписав славу Божию идолам. Представь человека, получившего деньги для издержек на славу царя. Если бы он издержал их на воров и блудниц, то по справедливости был бы назван оскорбителем славы царя. Так и язычники. Подавляли неправдой. То есть, скрыли и несправедливо затмили славу Бога и ведение о нем, употребив их не так, как следовало употребить. Ну, места описания очень много в Ветхом Завете, которые показывают, как это было. Ну, там, помните, резчик, которому там дали денег. Он вырезал дерево, из дерева какой-то статую какого-то, ну, там, или что-то изображение. А часть употребил, говорит, сварил там себе супу на этих остатках, поел. И из этого уже, из чего он употребил, как огонь, он это повесил или поставил там. И понравилось кому-то. Кто-то начал перед этим изображением поклоняться. И в конечном итоге целый обряд придумали. А потом и обычаи, и таинства даже. Язычники. То есть, начали приписывать все это вот этому куску дерева, на которое когда-то они же деньги и дали просто. Или там человек, у которого сын там умер, очень любил его, дал денег там какому-то искусственному резчику, тот вырезал этого сына. И он поставил его в отдельной комнате, ходил, к нему поклонялся. И потом он умер, а после него предки остались. Они по обычаю того человека начали отца ходить туда, в эту комнату, поклоняться. И так получился. И мы видим, что Юстин Философ, апологет, защитник православной веры, перед римскими императорами, тоже описывает это, когда защищает христианскую веру. Он берет всех богов, Зевса берет, и начинает, Геракла, и начинает рассказывать. Говорит, ну, я-то, говорит, сам язычник, я же, говорит, знаю все предания, толкования. Это все бывшие люди, цари когда-то, герои, которые совершили много преступлений, убили много людей, чтобы завоевать эту себе корону, там, или власть, или славу, или честь. И о них придумывали разные сказки, небылицы, и все. Почему эти боги очень часто поступают как люди? И срам у них, и похоти, и вожделения различные. И чего-то они всегда желают, эти боги. И показывают, а теперь посмотрите на чистоту веры христиан, и показывает Иисуса Христа. То есть, отличие было очень разительное. Конечно, и все эти апологеты, все защитники веры христовой, оказались выше в праведности, нежели языческие защитники или жрецы. Не смогли ничего не противопоставить, конечно, и проиграли полностью. Мы сейчас знаем, что язычества уже нету. Те знаменитые статуи, знаменитые эти кумиры, которым когда-то поклонялись миллионы, десятки миллионов людей, как храму Афины, Артемиды, Ефесской. Их нету сейчас, только места есть. О них сейчас археологи раскопали, действительно, там что-то было раньше. Но это только уже слухи остались. То есть, вот ило язычества. То есть, благовестие. Ну, о чем тут, кстати, в этом и говорится. Что Божия правда открывается через благовестие. Апостол Павел каждым словом призывает всех христиан, всех уверовавших в Иисуса Христа благовестных. Так, еще, может, что-то непонятно? Тут можно хоть каждое слово разбивать, в принципе. Давайте еще. Начало большое. Ибо открывается, да, толкование просто неимоверно большое. На него можно говорить хоть сколько. На первой главе. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие. Гнев Божий. То есть, как только Адам согрешил с Евой, сразу открылся гнев Божий. Об этом было сказано во второй главе книги Бытия. Что если ты вот нарушишь эту заповедь, то смертью умрешь. А оказалось, что смертью умереть-то, это не просто там, вкусил и отравили тебя, а ты умер за секунду. Он умирал 935 лет, Адам. Вот тебе и смертью умрешь. А 935 лет что-то делать надо? И оказывается, что в 935 лет в эти Господь вложил покаянные чувства человеку. Раскаяние. В чем Адам и преуспел. И теперь, когда мы читаем 6-псалмия, то это называется молитва покаяния Адама перед райскими вратами. То есть, он приблизительно знал, откуда, где закрылись эти райские врата. И он там туда остановился, и там, ну, как бы просился у Бога туда. Все вспоминая, как там было хорошо, и как здесь плохо уже. И он и нам бы этого, конечно, желал. Ну вот, что после себя оставил, он то оставил. Оставил немного, но поэтому немного. Авраам пришел к Богу, хотя гнев Божий все еще продолжался. И гнев Божий не мог просто так уйти. И написано, Кремлем будет тут написано, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть». Ибо, забыл слово. «Ибо возмездие за грех – смерть». А смерть – это что? Ну, тебя убили. Ну, а кто убивает? Ну, тот, кто наказывает. А у него какие-то чувства у этого, которые наказывают. И чувства, когда ты до смерти убиваешь, это гнев. Ну, а гневался человек и убил. Ну, тут все понятно. Все скажут, ну да. Или возненавидел и убил. А вот, это, есть духовное проявление и есть проявление деятельное. Так вот, деятельное – это гнев. То есть, человек взял меч там, или палку, камень, вот как этот, был Каином убит Авель, и убил. Вот такой гнев. Вот гнев, такой же гнев у Бога на людей. А люди, как вот сейчас, хорошо было в проповеди, вот как раз говорили эти архиепископы, вспомнили, что все люди, как говорят, нечестивцы, а Бог милостив, прости. Потому что такие дела, которые делают в церкви священнослужители, без таких мыслей, вот, что, а Господь его милостив, он простит, а не просто, иначе бы человек покаялся сразу, если бы он по-другому думал. То есть, ясно, что эти мысли приходят на сердце, через саталу, конечно, этим людям, пастырем в особенности. И они учат так вот людей. И здесь об этом написано. Он и говорит, что, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие. А с неба почему? Ну, потому что на небе мы вообще не знаем, что делать. Мы бы тут где-то к земному царю шпионов запустили своих. Пускай они подрятся и монаха, там, с бородой, пускай они постятся, и они там все разведали, там, разнюхали. А на небо-то ты уже никак не зайдешь. То есть, на небо, ну, никак не понять, что там творится у Бога-то. Оказывается, только через Иисуса Христа можно умилостивить Господа. Вот он об этом здесь пишет. На всякое нечестие и неправду человеков. Это вообще конкретно он рассказал. На нечестие и неправду человеков. То есть, к Богу ты обращаешь неправильные свои дела, мысли и дела. Или на человеков ты это обращаешь. Вроде, а я не трогаю Бога. Бог-то тут ни при чем, это вот человек только. Ничего подобного. Ты все затронул. И гнев Божий падает на тебя, из-за того, что ты на Бога напрасленно говоришь, хулишь, и на то, что человека какого-то тоже хулишь. Подавляющих истину неправдою. На всякое нечестие и неправду человеков, то есть вот этих самых, которые неправильно живут, подавляющих истину неправдою. А истину неправдою. Мне вот кажется, что здесь как раз говорится-то даже и не о язычниках. О язычниках что говорить-то? Все понятно. А как раз говорится об этих служителях, которые подавляют истину неправдою. Я думаю, что это нарушение заповедей Божьих говорится больше. Подмена. Подмена. Это вот в семинариях занимается этим, мне кажется, больше. Не тем, как изучать, не тем, как каноны исполнить, а как это уйти-то, так нарушить, чтобы да, как бы перед Богом ты был прав. Дырку найти, да. И вот об этом, мне кажется, тут как раз и говорится. Ну, тут больше он как бы к язычникам тоже. Хотя про язычников он говорит. Язычников-то все понятно. У них во всем ложь, у язычников. Да. Ну, тут... Иные учения, которые вот так всегда... Может быть, он тут про гностиков уже даже говорит. То есть те язычники, которые пытались услужить как бы и Богу, и намуне, как это были эти... Как их... Колено Даново, так господи. Самаряне? Да. Я думаю. Может быть, про это идет вещь еще? Тут гадать не будем, про то, что есть такие люди сейчас. Подавляющих истину неправдою. Истина, мы читали, это благовестие, да, ты говорил? Да, истина открывается через благовестие. Не только благовестие. Истина открывается в благовестие, да? Ну, понятно, что не только. Если этот вопрос... То есть закон Божий. Кто у нас подавляет благовестие? Кто против благовестия? Мы идем на благовестие. Как они подавляют? Так это же, говорит, апостолам было сказано. Знаешь, как они лукава говорят. Зачем нам благовестовать? Апостолам сказано, апостолы умерли, все, благовестие засохло. И подавляют, и люди верят. То есть они подавляют, подавляют истину неправдую. Ну и сектанты, конечно, тоже. Хотя сектанты, опять же, благовестуют, ходят везде тоже. Но там другая у них неправда. То есть у них уже идет искажение смысла священного писания в каких-то местах. То есть они против церкви обязательно о Христе скажут, но о Христе... Благословение просить. О Христе, да. И то же самое священники. А вы благословение на проповедь у нас взяли? А зачем? Так, теперь Люжи Зимая подводим, я думаю. Ну, что там уже понятно. Это все написано в книгах, Игнат Тихонович, однозначно. Это к тому, что если мы начнем благовестовать, чтобы знать, как беседовать с людьми различных направлений. То есть первое, нашего круга, братья и сестры здесь. Те, которые знают правду до конца, истину, с которой можно... Потом дальше, те, которые называют себя православными. И те, которые сектанты, называют себя верующими христианами. И те, которые вообще неверующие. То есть, вот видите, четыре вида, четыре рода человеческих сердец перед нами открываются. И каждая требует именно своего раскрытия. То есть, Христос приготовил ключ ко всем. И каждый из них может закрывать истину неправдой. Каждый из них. То есть, и у нас может кто-то это сделать. Почему мы так бьемся, когда не по толкованию идет? То есть, ты можешь уже даже сам того не подозревать, прикрыть. Это не может быть. Те, которые говорят, что они православные, но не по канонам живут. Это ясно. Там молочко попить, это в посты только я говорю. Там очень много всего. Крещение. А и такое сойдет. Капля воды там и так далее. Это все покрывающих вот эту истину неправдой. Это все это идет. Подавляющих. Подавляющих, да. И подавляющих еще даже. Не просто, что они покрывают, они еще подавляют. А подавляют они чем? Большинством криком, как сегодня как раз крик разбирали, почему человек кричит. Ну да, человек кричит, когда кто-то далеко от него. А теперь я хочу достучаться до тебя. Но я всегда тогда говорю, мне говорят, что ты кричишь? Я говорю, ну потому что ты как бы меня не слышишь. Я хочу, чтобы ты меня услышал. Но меня не понимают. Ну, не понимают, что я могу сказать. А там нам кажется, ты нас удалишь. Ну, и часто бывает то, что я говорю, оно больше оскорбляет, нежели то, что я бы ударил, может быть. Ну, слава Богу, никого не ударил. И люди, которые сектанты тоже. У них то же самое. То есть там очень интересно. Это те люди, которые берут Слово Божие, прям его точно читают. Цитируют точно. Но толкование совершенно из ряда вон выпадающее. То есть там действительно подавление идет. У каждого свое. Да, ну и язычники, которые вообще просто не принимают Бога как Творца и Создателя нашего, как Отца. То есть тоже сложно. Вот. Каждому надо подойти. Каждому нужно принести благовестие. То есть, глядите, мы как дошли. Почему запрещают в Америке благовестовать? Да, потому что все знают Иисуса Христе. Там так говорят. Ну, что ты толчешься, ходишь по городу, там везде всем пристаешь, как к ягодистам, там говорят в Америке. Вот там суды открываются против них. Все и без вас знают Иисуса Христа и спасению. У каждого Евангелия. Баптистов спрашивают. Они у вас были? Были. Вы знаете Евангелие? У вас есть? Вот есть у нас Новый Завет. Они с вами об Иисусе Христе говорили? Да. Вы его знаете? Мы знаем. Ну, это чего договорились? Вот там поругались, там туда-сюда. Хорошо. Следующий. Пообошли? Они всех обошли, эти иеговисты, свидетели иеговы так называемые. Они всем надоели. Но они не просто об Иисусе Христе говорили, они несли свое учение еще. Вот как. И тут показывает апостол Павел и говорит, что истина откроется только через благовестие. Если вы не скажете свою истину, что вы хотите до людей донести, то человек не придет к истине сам. Практически вот так он ставит вопрос. Не придет. Вы должны подсказать ему. Поведать языком. Да. То есть и тебе понятно, если ты где-то человеку не подсказал, никак-то не подтолкнул его своим поведением христианским, своим словом христианским, своим участием даже хотя бы, молитвенным христианским, то ты неверующий. Вот ты как раз и есть тот, кто подавляет истину неправдой. Поэтому везде-везде должно быть благовествование, но истинное. Почему и священники никуда не идут? Им сказать нечего. Они так думают про себя. Ну, церкви-то везде. Кресты везде. Все Иисуса Христа знают. Что мы еще можем человеку сказать? Я же не могу прямую сказать, ты сейчас в церковь придешь завтра, возьми с собой тысячу рублей и купи на них свечи. Ну, больше-то им нечего сказать. А эти проповеди, они прям говорят уже тем, кто пришел. Стоит священник и во всю глотку, сколько вот там есть у него, как говорит Игнатих, громко, очень, кричит. Это что такое? Это отец Суртай, кстати, я могу уже назвать его. В Кытманово. При мне это было. Я сзади стою. Это, я вижу вообще, тут несколько свечек стоит. Сегодня же воскресенье. Мы же договорились, что вы не меньше, чем 10 свечек каждый должен поставить туда. А здесь что такое, несколько свечей? А в субботу каждый хотя бы по 2 свечи поставьте. То есть он уже тут нарек, сколько должны прийти купить этих свечей. Вот это проповедь. На нее и глотки, как говорится, не жалко. Потому что деньги сыпятся, а мамона звенит. Корость, она гнусная, понимаешь, поэтому вот такими путями... Апостол Павел не говорит об этом. Он говорит, что это все нечестие, неправда человеков. Он коротко это называет. Много тут не разглагольствует об этом. Он говорит о благоистии. Такими тонкими выражениями, что не до всех и доходит. 19-21 стихи. Ибо, что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимых. Так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствах своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Ой, толкование такое большое. Толкование большое. Можно разделять, если кто-то не поймет. Или я сам, может быть, не торможу. Ну, так по перечислению понятно, что эти люди, как бы, Бога не знали. Но, опять же, Бог им открылся. Видите, как интересно. Слышали где-то. Ну, да, как бы, то есть люди, как бы так понятно всем, что все люди знают о Боге. Вот как. Выше сказал, и, кстати, я немножко остановлюсь, мне Авраам очень нравится. Вот история нашего праотца Авраама как раз говорит об этом. что все люди знали о Боге. Помните, как он ходил и смотрел там, к огнепоклонникам пошел, к солнцепоклонникам, к ночникам пошел, и у всех звезды, и все время на сердце ему ложилось. Нет, это не здесь Бог. Не здесь Бог. То есть люди прославляли, прославляли, вот творение прославляют, как Творца. И не знали. И никто не искал главное. Его уговаривали. А в фильме интересно показано, фильм, кто видел Авраама. Он идет с братом, беседует, и опять вот, опять, говорит, мне вот, что-то вот в ночном видении, как-то вот сердце мое тревожится. Ну, что ты, говорит, брат, все видишь? Это, все тревожишься такой. Возьми себе жену, говорит, а чтобы успокоиться, гляди. И показывает, такая лавка стоит, и вот так полочки эти сделаны, и вот этим башков там стоит, и с фалосами всякие уши, вот такие большие, глазановые, как кого-то ко мне нету. И он показывает, говорит, ну вот, и протягивает руку как раз. Он посмотрел на это там, и женские башки вот с этим всем. Все, вот, говорит, бери себе любого башка-то, да и кланяйся ему. И он как посмотрел на это, у него глаза вспыхнули, и он прям берет какую-то скалейку, и как по этим башкам ударил, надоело все это уже, нечестие. Вот ревность была. Вот где чувствами внутренние он понимал, что это не то. Не написано нигде, что в священному писанию он верил. Писание-то было коротенькое совсем. Так оно было встально. Но писание-то не было. Ну, то есть, сказания какие-то были вот эти вот. Изусно. Изусно. И он, видать, все время их держал в уме, потому что иначе, ну, иначе откуда у него появились бы такие эти чувства, вот, чтобы искать. Непонятно. Ладно, я-то это понимаю, вот я столько всего знал. Там Иисусе Христе много знал, там я о Библии слышал, какие-то предания там эти всякие, ну, библейские, это я даже слышал о них. И Иуда там много слышал. А вообще ничего не знать. То есть... Да нет, так не бывает. Ну да, так не бывает. Значит, что-то было. Ну, как на сердце-то легло у него, как это запечатлелось, непонятно. То есть, это только Бог мог сделать. Он же, кстати, маленькое, как бы, дополнение, или не знаю, я уже не помню, где читал, но одно из... Почему прадцы наши, Адам там 900 лет, Авра, 200 лет жил там, ну, почему долго жили? Потому что писания не было. Ну, там, как сказать, Ленина или любого. И они из устно передавали. И чтобы успеть большему числу передать, он долго и жил. Ну, это одно из толкований. Да, да, совершенно верно. Почему долго жили? Это толкование православное. Ну, теперь давайте, блаженный филат. Афиняне, они же тоже искали, раз они оставили, ну, у них, они же поклонялись многим богам. И всем... Афиняне же это... Богу неведомому. Да, и Богу неведомому оставили. Но там написано же. Там же написано, что они потерпели поражение. И думали, что... И думали, что... Они кого-то пропустили. Да, какого-то... Они поняли, что какой-то бог, которого они пропустили. Попустили, забыли. И они, да, теперь престол поставили, алтарь. И будем ему поклоняться. Будем поклоняться богу, который вот мы тебя пропустили, ты уж извини, может быть, ты не один, но ты нам помоги, врагов-то победитель. Вы же видишь, какие хорошие. На всякий случай, да, да. Но нет, конечно. Интересно. Интересно, но это... Что-то же они искали. Это чисто языческое. Ну, короче, победы для врага. Ну, да. Так что тут больше относятся, наверное, к нашим временам. Выше сказал, Феофилак нам начинает толкование приводить, что язычники оскорбили ведение о боге, употребив его не так, как следовало. Из чего же видно, что они имели это ведение неправильное? Об этом говорит так. Ибо что можно знать о боге, явно для них. Невероятно просто. Затем и это доказывает, говоря, что о создателе возвещают благоустройство творений. Как и Давид сказал, небеса проповедуют славу Божию. 18-й псалом, 1-й стих. В делах вот 5-й, 7-й, 3-й. А что именно можно знать о боге, познай и следующего. О боге иного нельзя знать, именно сущности Божией. А иное можно знать. Это все относящиеся к сущности, то есть благость Божия, мудрость Божия, сила Его и божественность, или величество. Что и называет Павел невидимым его, но через рассматривание творений видимых. Таким образом апостол показал язычникам, что можно знать о боге, то есть все, касающееся его сущности. Что для чувственных отчей невидимо, но умом может быть познано из благоустройства творений. Я вот что хочу сказать. Оказывается, все, что перед этим мы прошли, в 18-й главе, относится к язычникам. Но мы сейчас до такого, мы сейчас в наше время до такого дошли уже маразматизма, что все это больше относится как раз к тем, кто говорит, что они верующие, чем к язычникам. Как раз язычники-то и показали, что можно от этних языческих заблуждений переходить в веру. Каин, Фян, они же все язычники были, взятия. Или ефесяне Артемида. Они же язычники все были, поклонялись богине Ефесской. И однако все перешли, ну не все, много их перешло в христианство. А сейчас попробуй одного священника, одному священнику рассказать, что кавном апостольский требует троекратного погружения в воду. Ну то есть как у нас очень многое здесь, когда мы начинаем что-то читать. И вот Игнатий Иванович все время говорит, а теперь посмотрите, мы сейчас в худшем положении, чем тогда. И начинаем рассматривать, и действительно мы в худшем положении оказываемся. Потому что этого вообще нету. Вот у нас сейчас, допустим, благовестие. Вот это благовестие, о котором говорит апостол Павел, для язычников было легче принять, чем сейчас для наших неоязычников. Потому что они-то прошли через атеизм. А атеизм это отрицание Бога. А у них-то не было этого отрицания Бога. Они просто отвергли истину, то есть подавили истину. Подавили, написано. А когда она всплыла через благовестие, они приняли ее. А теперь нам нужно назад, как бы, я даже не знаю, из кирпича так растолочь, что получилась пыль, и там начало произрастать что-то. Снова сделать. Да, как бы землю сделать. Да, это сложно. Из кирпича-то. Или я придумал что. Ну ладно. Некоторые под невидимым разумеют здесь ангелов. Но такое разумение, по моему мнению, неверное. Видите, как красиво все на столкновении. Один же из отцов высказал, что вечная сила есть Сын, а Божество Дух Святой. Так что они написаны безответные. Так оказалось на деле. Бог сотворил мир не для того, чтобы они были безответны. Но так случилось на деле. Заметь эту особенность Писания. И не порицай ее. В нем во многих местах встречаются такие выражения, для объяснения которых надобно отыскивать причину упоминаемого в нем в опыте. Так Давид говорит, да, нас примет как-то. И лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем. 50-й Псалу 6-й стих. Выражение это кажется странным. Но оно не таково. В нем высказывается следующее. О благодетельствованный тобою, Господи, почти всякого чаяния, я согрешил пред тобою. От этого и произошло, что если ты предъявишь свои права против меня на суде, то победишь. То есть Господь для нас сделал больше, чем мы что-то могли бы сделать или постараться. Или даже вообще, чему мы соответствуем. Больше для нас сделал. Вот об этом говорится. Значит, Бог оправдывается из действий наших, когда мы оказываемся неблагодарными к Нему за полученное от Него благодеяние и не имеем ничего в извинении себя. Не имеют, значит, никакого извинения и язычники, ибо они, познав Бога и створение, не прославили Его как должно, но подобающее Ему почитание воздали идолам. Ну, это яснее, да? Ну, воздали идолам, понятно? Ну, о чем мы говорили? Ну, то, что мы говорили, о Зевсе там, все это. То есть, и прям были идолы целые. Может быть, их там 500 было и больше. Всяких статуй. Ну, а сейчас православные идолы. Как это? В принципе, нет. Православные идолы. Тоже есть. Батюшки. Задавайте лучше вопрос. Значит, вопрос. Вот здесь говорилось такое еще место, одно Писание. Когда Господь говорит, дети плакали, там, смеялись, они не реагировали. И оправдана премудрость чадами ее. Сейчас спрашивают, какая премудрость? В чем оправдана? А вот с этим местом теперь соединены. И люди безответные. Вот иногда мы просто имеем общение с людьми-юристами. Я говорю, а что вы выявляли? Это правда, она ясна. Они учат законы, а не правду. И кто больше параграфов знает? Я был в краевой администрации и у представителя президента. Тогда было в начале одно время Шуба, Николай Михайлович здесь. Ну, а сейчас Власов. Называется он инспектор федеральный. И он говорит, вы хотите знать, сколько у нас законов? Он меня зовет в другую комнату. Ну, вот от пола я стою, примерно вот такая вот пачка. Журналы, которые, это все законы. Я говорю, а кто знает? Их никто в стране не знает. И теперь они соревнуются, кто больше законов знает и каким, какой покроет. Только и всего. А здесь на суде-то Божьем, согласно этих слов, то не надо будет законов никаких. Бог прямо представляет. Я сделал все для вас. И рассмотри один атом. Это нейтроны, протоны, как все. Кто этому, а по-другому никак. Как вот питается, как усваивается. Вот я сейчас поел, загланул свою картошку там. Я не думаю. И она пойдет там, теперь у меня и ногти вырастут, и волосы вырастут, и все не нужно, отойдет где-то. И, ну, все везде. И борода подрастет. Кто это сделал? А это во всем мире, во всей Вселенной, во всей Атеатре, в бесконечной галактике. И Бог говорит, я все дал тебе. И ты против меня. И ты меня говорил, я тебя не вижу. Златоуз говорит, отрисающий Бога, есть безумнейший, из безумных. Вообразим, говорит, кто-то сказал бы, что солнце катится по улице. Мы побежали бы смотреть. Солнце. А здесь сам Бог слабо сошел на землю. Я и Отец одно, Господь говорит. Сын его единородный. Равный отцу, равно счастлив. И тебе нужды никакой нет. Вот на меня в интернете выходят язычники. Надо Бога там свое веласо, перечисляет там дач Бога. Я говорю, возьмись за грех смерть. Для тебя кто умирал? Он ничего не слышит. Я ему еще одно место. Он не понял. Я уже понял два раза, я ему сказал, нет, я его вычеркиваю. После первого, второго разумления отвращайся. Я его выкинул, и бесполезно делал. И вот это место, когда я первый раз прочитал, послание к криминам, я работал на корабле. Я сразу посмотрел на море, на рыбу, на чайки кричащие. И я понял, оправдания ни одному человеку не будет. И не надо закону. Ты это все видел, как ты бы не мог догадаться, кто это сделал? Ни одна вещь сама по себе не возникает. И поэтому оправдана премудрость. Чадами ее, что так поступил ты, ты пройден в суде твоем. В салтыре написано, каждый скажет, он прав. И когда ты вот до этого места доходишь, ты понимаешь, доказательств существования Бога, праведности суда Божия, никакого не надо. Что суд Божий будет, чем можно доказать? Иоанн Батаус говорит, тем, что на земле нет справедливости. Я сначала не понял, а как это доказывать? А так, что Бог справедливый, все должно быть по совести. А здесь так, он ограбил страну, увел ее туда и поносит, ворует, блудит, как у Березовского, 50 тысяч долларов на один день. Тысяч, 50. Вообще. Ну и что? Ты дальше теперь посмотри, куда это все идет. Когда я стал дальше уже смотреть, как Бог ко мне обращается, и я понял, я у него в таком долгу, и незавидующем силам, на скольких пусть я их поставил, и я сразу от всего отвратился, и по сегодняшний день, мне это не надо. Вот сейчас бы я нашел, ящик золотом взял бы, да не взял, зачем, куда, из-за него посадят, из-за него ночью меня убьют. Я мысленно представляю, мне это не надо, я обошел бы, или перескочил через него. И вот знание того, что Бог есть, и он справедлив, и Иоанн Златоуст говорит, доказательство суда Божия, что на земле нет справедливости. А раз нет справедливости, умирает злодей, насыщенный, мозгами наполнена его, говорит, кость, все у него как надо. Это значит, где-то справедливость не здесь должна быть, а где? На суде Божьем. И вот эта вся несправедливость, то, что грабеж, перестройка, это все свидетельство, что будет суд Божий. Есть Божий суд на перстнике разврата. Это настолько сильно доказывает, то, что суд Божий будет. Все, где с нами несправедливо. Вот так я понимаю. Спаси Христос. Аллилуйя. Так, еще кто-то хотел сказать. Сегодня сказали, сейчас просматривал, сказали про дробот, они идут 4 километра. Да. И за студия. Это и ничем не закончилось. Так, Сережа, конкретно тебе, выйди на Андрюшу сегодня, головоща, поговори с ним, Андрюша, возьми ради Бога на себя, там заплатите или как, чтобы он забирал и отвозил. Сколько там? 30 километров? До них. Ну, 25. Сколько там? До дроботов? До дроботов? Ну, да, 25. Ну, 25 туда-сюда, заплатим, да и все. Андрюша, он обычно старается... Такая главная того времени все так что. Да. Он успевает, Андрей. Он Андрей никогда не отказывает. Поговори с ним. 4 километра вы не расслышали. На 4 ты километра не поймешь, что довезу, я вас сажу. Раз он 4 километра провезет, он до суда довезет. Вы не поняли, они ходят там куда-то в изо-студию, в этом деревне. А я понял, что в церковь... Нет. А-а-а. Все, снимаю. Я не расслышал. В изо-студию. Я понял, что идти в церковь, им надо 4 километра лесом идти. На остановке им там идти метров, ну, как нам, наверное, отсюда чуть подольше. Не понял, снимается с повестки. Глухой пистер. Мы же там были в этой штабке, весной называется. Они в штабке живут? Я понял, я сейчас дома посмотрел, но вы, конечно, мы до конца разговор не довели. Это надо... Трудно, значит, устранить эту трудность, взять на себя. Нет. Я неправильно понял. Там еще можно вариант, если такой... Я глухой. Сейчас живете, всякие маршрутки, вот это все. Можно там... У них же есть там наверняка, кто бы хотел подработать. И, скажем, нам бы складываться, их там... Ну, кто и живет там недалеко, можно их возить и забрать. Там есть один сосед, он им помогает. Причем он денег не берет. Сосед у них на машине иногда. Но это иногда возле, иногда нет. Это же из-за студии, о чем мы говорили. Это из-за студии. Это не обязательно. Это из-за студии. Они могут там и опоздать, вы за студию. Все, все, все. Продолжай. Снято. Это я для длинного. А у тебя откуда? Это твое? Отчая. Это мое. Так, что ты? Оттуда не брать. Не, не, мое. Вот, я хочу сказать, сегодня у меня случай был, попутно сказать. Когда снимали здесь, собрали шло, а там сидит Настя, а рядом Маша. И уткнулись они там, вон все это, и между собой. Я тогда показал, Николай Крущин наткнул, они подняли голову, Маша села, гляжу, маленько покраснела, а Настя как уткнулась, так и сидела до конца. Видно, что-то есть. Я думаю, видимо, принесла фотоальбом, и она рассматривает. Думаю, поймать бы их. А когда закончилось, там затолкли меня, я гляжу в коридоре, она уже домой бежит. Я говорю, стоп, дождались Машу, сели на скамейку. Чего там рассматривали? Ну, книгу. Какую книгу? А на столе лежала. А какая? Она пошла в 30-й том, открытым оком принесла. И что там рассматривала? Ну, вот так. Вот я тебе книгу эту дарю. Это твоя книга сейчас. Но дома ты ее внимательно рассмотри, ты прочитай. А когда будете здесь слушать, и тут пели песни, у тебя такой прекрасный голос, слух. И ты не пела. Ну, я не могу петь, я не знаю, куплю, а там поют уже третий. Понимаешь, нет, я все самостоятельно делаю. Ну, и они пошли. Я подумал, а когда пришел домой, я думаю, неправильно я сделал. Надо было Маше дать. А Маша скажет, так надо было мне до конца. Вот, ну, семье ему подарили. И они пошли, заулыбались, а бабушка-то не одела, стояла здесь, и те довольные такие. Для меня это ничего не стоит-то. Но вопрос решился, у меня такого еще не было. У Маши наверняка есть, а у нас нет. У Маши наверняка есть, а у Насти нету. Правильно, что я... Ну, там все получилось, как надо-то. И она сразу... А Терентия чего-нибудь интересное? Размякла маленько. Как говоришь? Терентия почему не было-то? А он, говорит, здесь или нет? Так вот, что-то про него-то вопрос не зашел. Я не знаю, про чем не зашел. Я сейчас что-то... Я в прошлый раз спрашивал, а он в деревне. Второй раз спросил, он в деревне. Ну, я уже не стал. В деревне? Мне спрашивать неудобно, потому что, говорит, да мы говорили, ты просто не слышишь. И каждый раз, я думаю, еще и время отнимаю. Нет, ну... Дело все в том, что он же, это, ну, городу стоит там, так что... Я думаю, что твой товарищ, ты должен знать, сосед. Твой добрый товарищ, он встретил Христа. Все, считаем. Двадцать второй стих. Называя себя мудрыми, обезумели. Куратка. Ну, давайте сразу, двадцать третий. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И птицам, и четвероногим, и кресмыкающимся. Вот это будет пополна. Расскажу тоже. Сектанты нападают все на это место. И поклоняйтесь твари. Богородицу, святые, там, ангел, там, все тварь. Понимаете, опровергнуть нельзя. Стих, на стих, говорится, косвенно и нас касается. Я на эти вопросы им не отвечаю никогда. Почему? Внутри надо признать, что, чтобы обойти этот стих, мы должны были бы все это устранить. Вот они просто говорят про изображение. Очень просто. Скажите, вы верите, что Бог есть где-то невидимый? Мы говорим, да. А что же иконы-то целуете? Ну, это наша честь, относимая к иконе, относится к первообразу. Ну, хорошо. Но если ты веришь в первообразу, зачем ты его изображение-то целуешь? Но если твоя мать здесь, и теперь поворачивается портрет целуешь? Если жена здесь, но ты же портрет не целуешь? Тоже правы. Да. Я молчу здесь. Почему? Они правы. И мне нельзя ни слова сказать. И нападать нельзя. Они правы. Я сразу стал, все, кладу на молитву и становлюсь, молюсь за них. Господи, они не в церкви. И они понимают правильно. Мы в церкви, и у нас одни предания. Они правы. Как это можно было не видеть? Зачем это надо было делать? Как будто к Богу нельзя молиться и начинают. А ты в администрацию приходишь или где-то. Ты же идешь сначала к секретарю. Скажи ты, по административному устройству неба. Ты наоборот, здесь сделай, как на небе видел, то есть сделай на земле Моисея. У нас наоборот, земное строим на небе, как на небе были языческие послы. Ох и глупые. Глупее православных никого, кажется, нет. Сектанты глупые, но мы еще... Крутые в глупости. Они правы. Так сразу сказать, они правы. Правы. А мы не правы. Но я их спрашиваю, скажите, я призываю святителя Николу, Богородице, я каждый день им молюсь. В этом грех или нет? Они не понимают. Это не грех. Это допускается, а у нас в обязанность поставлено. Попробуй не поцелуй икону. Еретик, попробуй канун Богородицы не помолись. Вот это уже никуда не годится. Они меня прям толкают в это. Это расположение моей души должно быть. Я считаю, это дело отдать бы надо... Ну, просто я так фантазирую. Это нельзя. Я что говорю, я уже за это еретик. Не вону? Не вону? Да. Я понятно? Не вону. Твари вместо творца. А кто такой тварь? Я вчера говорил, проповедуйте все твари. Все твари. Творец один. Одному Богу надо молиться. Одному. Но я молюсь Божьей Матерь, я так приучен. Это не грех. Не, Игнать, Тихо, нам вместо творца, мы-то не вместо творца и... Добавили... В Григорий Америцкий. Бога, это Божья не оторвали. В Григорий это было. Совисту Небесную придумали. Совиста Небесная нигде нету в Библии. Такого нет. А если Богиня Неба, мы прям к язычеству подошли. А она приснодела Марией. На этом все. Не Ирваны вызывали. Слезучники... Все, я отошел. Пускай ведет. Игнать, считай дальше, пожалуйста. Считай, ты прав. Нет, не Ирван только. Я только думаю, что смешу. Ирван, ты какой-то армянин, я думаю, о чем говорить. Все, слушаем. Игнать Ильич, как этого еврея звали, это Григорий Абелицкий, с которым... Еразм, или как его звали? Еразм. Еразм его звали? Еразм. Кажется, так. Сестра вспомнила, говорит, Ерван его звали. Может быть, Ерван. Кажется, может, даже так было. Еразм Артандарский. Ну, там, что они говорили, требовали, чтобы Бог явился. Я такого нигде не встречал. Вообще не годится. Но он там ему объясняет. Так самое главное, он повелся и сказал, ну все, сейчас буду молиться. Да, главное как. Если евреи не принимают православную веру, казнить всех, наверное. Ну, еще спрашивают, что нас гонят евреи. А как с ними обращались? Да, конечно. А евреи признают нас гои, недочеловеки. Там такие на нас говорят евреи. А мы так к евреям как относились? От тихлистого племя у врача еврея даже не лечиться, чтобы наша пасха с их пасхой не совпала. Когда нам показали такое же отношение со стороны евреев, нам почему-то не нравится-то. И поэтому их шульха на ру это еще даже пониже, чем наше отношение к ним. Наше отношение какое к ним? Их мессию мешают антихристы. Мы понимаем антихрист, но каково ему еврейскому сердцу-то? Кстати, вот сейчас мысль у меня возникла еще о том, почему не пошли благовествовать-то вот в эти арабские страны. Да. Ведь получается, как там евреи оказались? Значит, их туда выгнали просто до конца, как в страну самую негодную. А раз она страна самая негодная, окраина там земли, ну и туда кто пойдет-то благовествовать, правильно? Ну и пускай там эти отшельники все живут. Они кому нужны? И в конечном итоге закрепилось это преданием каким-то и не пошли. Или уже сказали, может быть, еще там хуже, что это уже вообще там ад какой-нибудь. Ну, то есть, сами придумывали и сами получили. И оттуда и пришло поражение самое интересное. Как мне говорят, ну вот вы говорите, что нас гонят правильно там в Прибалтике и прочее. А как же, мы там заводы строили. Я говорю, а лагеря? Половина латвийского, литовского народа сослали, везде погибли. Ульманист, там другие президенты тут, представители, как охоза было. Остальные, для маленького народа с населением полтора миллиона, если там погибло 300 тысяч, ты понимаешь, какой урон? Ты же не выскажешь, какая у русских 30 миллионов потерять, и то это меньше было потери. А мы заводы строили. Как безумные какие-то люди. Да. Мы везде виноваты, и поэтому признание своей вины людей располагает к нам. Я жил среди латышей. Да, я виновен. Я виновен, как со стороны русских людей. Но я чту их культуру, изучаю их язык, и они меня, как говорится, на руках готовы были носить. А они нелюдимые. Не скажи, это трудолюбивый народ. Ну я такой же русский. Полтора года прошло, я с ними разговариваю. Они до того приятные люди, до того трудолюбивого. А другие живут 20 лет, о, они такие ненавистные. А сколько ты знаешь, да ничего не научился. Ненавистно. А сейчас же референдум начинается по русскому языку. И они прям там, это, ну, жители говорят, да это происки, говорит, Москвы самые настоящие. Почему нам не дает эта Россия, отпустили нас уже все. Почему они нам не дают самостоятельно развиваться? Зачем они лезут в нашу историю сегодняшнюю? Опять, говорит, начинается этот 40-й год. Совершенно правильно говорят. И ясно, что так и есть, что это рука Москвы, просто не хотят отпускать лакомый кусочек. Ну, все это, они глубоко верующие. Я вот рассказывал, кто не знает. Я работал когда на корабле и учился на штурмана в мореходном училище. И в это время на корабле на меня был заговор убить. Убить и столкнуть за борт и все. Потом мне сказал, кто это сделал-то. А я знать еще не знаю, я учусь, я забрал учебники, называется сзади байгерская рубка. Если капитанский мостик там отключится, то с байгерской рубки можно корабль довезти будет. И я сижу один там. Они в это время должны были подойти и боят. Они только вышли и смотрят. Жена капитана идет, она пришла белье там развешивать. Она не рабочая. Такая комната, половина этой. И они отложили меня убить. А я ничего не знаю. И в это время, в это время, в эти часы латыш Пультис, кажется, или Путитис, он приходит к Михаилу и Ане и Ремеям, где я обратился, и говорит, а где этот молодой братец-то? Они говорят, да он на корабле опять ушел в море. Ой, как моя душа о нем болит. Давайте скорее молиться за него. Они мне потом рассказывают. Это тот момент, когда меня даже были убить. И по их молитве Бог посылает жену капитана Фролова, и она является тем, через кого они отошли. Когда я вернулся, меня спрашивают, а я дневник-то все время вел, что было, я когда стал сравнивать, смотрел на тот момент, и когда помолились, он говорит, ой, как легче стало. А он лет 15 был в лагерях, в латыш, высокий, и пришел к ним специально, чтобы помолиться обо мне. Да какие же они хорошие. Они меня спасли. Я считал одного в Африке, на него готовили покушение убить, там двое или трое. И однажды на тропе, где он идет, и они подготовились и смотрят, а идут 7 человек и разговаривают. И он потом, когда обратился и сказал, с тобой шли 7 человек и разговаривали, и я не решился, то ли оружие увидал, или что. А он один шел, а за него молились 7 человек. Вот и все. И ангелы шли рядом, и ему показали, что идут рядом люди, и он не решился убить. Везде люди есть, облеченные благодатью Духа, только страшно, что есть, которые не в церкви. Вот это беда. Был бы он католик, вопросов нет. Католицизм, это церковь. Со всеми ошибками. Это можно сказать, вот так вот, если на человека идет покушение, или кого-то где-то убивают, это значит, что про этого человека никто не может. Никто не вспомнил. Никто о нем не помнит, он как бы, нет человека. Когда я уголь брал, грохнулся между двух ветер в темноте, я мог в лесу рассечь пополам. Я первым делом соскочил, 43 градуса мороза было, шапку снял, и сразу молился, я сказал, господи, еще шести утра нету, ну кто же обо мне так молится? Вот в моей жизни был один случай, я сейчас расскажу, вот такие бывают, корыто, ну, вот отсюда, допустим, вот до стены, до Николая, корыто из твердого железа, я не знаю, что из них, трубы были, трубы, и перерезанные пополам, и из них сделали коровно. я поехал на разъезд, а там водокачка работала, и я еду, как всегда, босиком, и сзади поставил флягу, вот в телеге-то, а мальчишка стоит, ее там, я ему подаю, вот, ведром-то, я качаю, из этой там башни стоит-то, и в это время лошадь дернула, а я ногами стою на этой, она острая такая, края-то, ну, от такой ширины, это, корыто-то, я стою, и фляга оттуда опрокинулась, и прям буквально, может, сантиметр от ноги ударила по этой, а если бы она ударила, а я стою на этой, вот, ногу мою сразу, ну, столько вот ноги бы меня отрубило, я уж прошло лет 20, я не могу этого забыть, кто же это молился-то, фляга опрокинулась, и сверху, с телеги, грохнулась, и прямо на этот край, этого ребра, ну, железного корыта, которого острый, так и еще, такими отпилено-то, а я босиком был, и там ни врачей, никого нету, я бы к кровью и зашел, да, кто молился-то, а кто-то молился, еще вопрос такой, вот, у вас, родители верующие, вы всегда чувствовали молитвы матери вашей, да, вот, когда она была жива, я знаю, знаю, мать молилась, за меня молились везде, молились за рубежом, за рубежной церкви, епископы, как мне сказали, ходатайствовала ООН, из Японии, везде были христиане, особенно ИПХ, ну, подпольные, подрославные, они говорят, мы все молились, и за рубежом, когда я явился, они сказали, мы за вас все время молились, видишь как. А вот как вы считаете, вот мама ваша сейчас за вас молится? Мама моя? Я считаю, что мама моя в раю. Молится она за вас сейчас? И что с вами? как говорится, они все равно молятся, взывают о нас. То есть вы это ощущаете? Она постоянно причащалась, глубоко верующая, она исповедовалась, соборовалась, умерла, и если она не спаслась, то мне не спастись. Я уж и так вопрос ставлю. Ее никто никогда не видел, чтобы она кого-то судила, она научилась считать, я не знаю, лет, наверное, в 60. Научилась считать. И все эти псы, считала Акафисты, каноны там все, считала, двое очков наденет, а мух много, мухи между очками. Она говорит, не могу их никак выгнать, они между очками залезут, мухи. Мама наша святой человек. 12 ребятишек было, отец инвалид. Сколько она претерпела? Все, что делают мужики, она все делала. Косила, возила, все сама делала. Отец-то без руки. Война. Понятно. Можно рассказать случай такой. Я лежала в больнице, и как раз вышел 14-й том, открытым оком. И ко мне вот Галина Ивановна принесла в больницу этот том. А вы в тот день, вы в тот день, у вас надо что-то зубы было лечить. Я с вами по телефону разговаривала, а вы говорите мне, ты там помолись, а то я боюсь, зубы-то вот надо идти лечить. А я лежу на больничной кровати, и думаю, как же помолиться. А сама в это время, вот этот 14-й том-то листаю, и там есть вот ваша фотография с мамой, где вот на берегу Балтийского. И я когда вот долистала до этого, и как-то мне сразу в голову, так ведь мамина молитва-то, она ведь живет, она никуда не делась. Она всегда есть. Я думаю, так я сейчас как раз вот к этой маминой молитве и полеплюсь, и попрошу ее молитву за своего сына. Вот я такое слышала, что матери на молитва очень много. И я так мысленно помолилась, а потом к вам звоню, а сама не знаю, можно этого делать или нет. Вот столько лет я это переживала и боялась, что а вдруг так нельзя. И потом у нас слышу, что Господи, соедини мою молитву с молитвами святых. Как я обрадовалась. А вам тогда я позвонила, спросила, да все хорошо, слава Богу, и все обошлось. Так был у меня такой случай. Еще будем натихнущие не обослужить, если он на живую хотел резаться. Это милоще для него. Итак, продолжим? Или еще у кого есть подступление? Это благочестивое. Так, ну прошли мы. Теперь блаженный Фетюбак предлагает нам толкование. Представляет причину, по которой они впали в такое безумие. Во всем, говорит, положились на свои умствования и желая найти неописуемого в образах и бестелесного в телах неописуемого в бестелесности из Большого Бога, именно Божия, оказались безуспешными, не могущими достигнуть цели посредством умствований. Неразумным называет сердце их, потому что они не хотели познать все верою. Не хотели. Отчего же дошли они до такого заблуждения, что во всем положились на свои умствования? От того, что воображали себя мудрыми, почему и обезумели? Ибо, если что, безумнее поклонение камням и деревьям. Изменяющий, прежде нежели изменить, имеют у себя нечто другое. То есть, изменили, слава Богу, образ тленного человека. Имели, значит, и они ведение язычники, но погубили его, пожелав иметь нечто другое вместо того, что имели. Потеряли и то, что имели. Воздали же славу нетленного Бога. Не человеку, но образу тленного человека. И что хуже этого, не зашли до пресмыкающихся. Даже до их образов. До такой степени обезумели они с восклицательным знаком. Познание, какое надлежало иметь о существе, с большой буквы Боги, без сравнения превосходящим все. Они приложили к предмету без сравнения презреннейшему всего. Ну, типа жаптам или змей. А славу Божию составляет то, что познавать, что Бог все сотворил, обо всем помышляет и прочее личное Господу. Кто же именно погрешил в сказанном? Мудрейшие египтяне, ибо они почитали даже изображения присмыкающихся. Ну, змеи, крокодилы там всякие, ну, и жабы тоже, лягушки эти. Так, 24-25 стихи. Вот вопрос. Ну, могли они обойти это, как-то найти Бога? Среди этих родился, он родился, крокодила все посчитают, крокодила у них божество, сын родился в этом, дочь воспитывается. Как они могли к познанию истины-то прийти? Откуда? Мы про Авраама говорили, он был в таком же состоянии. И пришел, вот тут мы как раз его в житии вспоминали, Авраама, и брат вспоминал, тут еще... Вот на того, если один пришел, он осудит всех. Я пришел, и ты мог прийти. Да. Вот я о молитве хотел сказать. Человек, если не знает силу молитв, он так, привыкнул, молится, за меня помолитесь, а сам даже не молится и не думает, я поехал. Это не так. Сказали, большие жалобы на нас идут в Потеряевке к прокурору. И, наконец, приходит вызов идти к прокурору. На такое-то время. Меня повезли, я стоп, остановил, а мама жила у Павла где. А она на кровати там уже не поднимается. Я пришел к ней, мама, я еду, ну езжай, сынок. Я встал на колени перед ней, она на меня на голову руки положила и помолилась. Какую силу молитва имеет? Пока я туда ехал, этот прокурор, реперт Юрий Николаевич, он полностью на моей стороне. Он говорит, чего у вас этот милиционер на вас жалуется? Это целая пачка писем. Я говорю, верите, ни одному слову не верил. Видимо, верил, а тут никого. Заговорил о том, как он быка держит, где сено достает. Совершенно не по теме. А это все как будто нигде не было. я просто хотел поближе там познакомиться и проще. Молитва. И когда она, конечно, сердце искренне. Если бы кто-то молился за этот народ, мы должны молиться за еврейский народ. Я молюсь все время за японский народ, чтобы Бог дал им хорошую землю у нас. Ее пустующее-то сколько? Чтобы депутаты все расположились, людям негде жить. А там резервацию оставят для музея, кто бы желает, пусть едет, смотрит. За еврейский народ, чтобы миссионеры поехали туда. Молитва. Я думаю, если бы за этот народ, поклоняющийся таким, молились, было по-другому. Самая трудная молитва за православных. Вот вцепились. Все. Иконы нет. Вчера икона Тихвинская. Так и празднуйте кому? Иконе Тихвинской Божьей Матери. А на Тихвинской это сколько же Божьих Матери-то? Да мы не иконе. Нет иконе. Иконе праздник, иконе честь. А Богородицу там ее никто не вспоминает, какая она была. Игнатий Иванович, я считаю, что вот вы говорите, что японцы, китайцы, землю отдать и так далее. Я побывал в разных местах, хочу сказать вам. Побольше. Ну вы тоже бывали где-то. Ну я на северах в основном бывал. И могу вам так сказать, что они-то хотят не простую земельку, где пустующая. Вот о чем разговор-то идет. А самую теплую, которая есть у нас на севере, они хотят. И они самое главное, послушайте внимательно до конца, они отвыкли там жить на этой земле, они еще не понимают, что они просят-то сами. Они думают так, русские дубаки, тупые, а мы японцы, вы молодцы. Мы сейчас туда приедем, они не могут, а мы раз, и у нас там зацветет рай на этой земле. Надо и о японцах молиться, чтобы они тоже шапками закидать, чтобы-то не занимались. Это все-таки суровые условия существования. И просто так, чтобы кто-то приехал, у нас отнимут лучшие плодородные земли. И мы, как Саха-Якутия, будем в Якутии, там ничто не растет. Им Камчатки курил хватило бы. Так это лучшие земли у нас сейчас, самые теплые. Да пошли бы без них. Им жить негде, цунами смывает, посмотри, что делают. Так тогда вы и говорите о Камчатке, о курилах. А то вы так говорите, у нас тут много, и на Алтай у нас много. Ну, когда приезжают они здесь суцики, зубастые и узкоглазые, вот они зубками и убежали к себе все. С вон Хунвен. Там живут. Потому что пережили там за этими холмами тибетскими. А потом, как весна, сюда приехали. А что? Эх, холодно. Холодно. У вас холодно. Я вот с ними разговаривал. Поэтому вы как-то, ну, надо говорить все-таки поконкретнее. А то много земель. Ну, а что у нас, они дураки-предприниматели. Это называется рисковое земледелие. У нас дураки, что ли, предприниматели, которые не едут тут золото мыть. Потому что называется золото-добыча рискового плана. Рискового. У нас везде стоит слово риск. Вот в Америке там три урожая снимают. Там никакого риска нет. А у нас один риск тут эти земли. Конечно, хотелось бы. Но лучше им хотелось бы отхапать. И когда вы говорите про эту бей-и-катунь, я бы ее сам вот сейчас бы отдал. Что там делать-то? Вы там были в этих местах бей-и-катунь-то? Что там выращивать? Там ничего не растет. Там нету ничего. Там сопки эти идут. Там скалы. Там земля неплодородная, она солончаковая, очень близко к скалам идет. Я-то там работал в этих местах. Это мелкосопочник. Только он не казахский, а алтайский. Нету там ничего нормального. Я точно так и знаю, что землю отнимут. Поэтому... Да и пусть... Поэтому отдайте шеф-хатаны, Кёнигсберг отдайте. Пока не поздно. Видите, опять Кёнигсберг. Это лучшие теплые земли. Все они теплое забирают. Почему вот сейчас там мороз в Европе? Господь им показывает. Вы что думаете, русским хорошо живется, и они уже... Сначала там мороз, мороз, сибирский мороз у нас в Европе. А сейчас дошло до того, маразматизм. Прямо по времени говорят, мороз-то идет из России. То есть вы понимаете, что русские как хитро мороз понаправили в Европу? То есть они уже, когда там зацукивали, начали умирать сотнями. Там уже больше 600 замерзших в Европе. И сразу, а мороз-то из России. Я думаю, для того, чтобы они на нас еще воевать лет 10 не полезли, они думают, почесали репу, Гитлер замерз, Наполеон замерз, мороз из России сейчас. Давайте еще повременим захватывать их. Так что... Ну пускай, пускай. Только кому это надо, сибирская земля-то? Нефть. Больше ничего. Но и до нашей нефти добраться, это не в Саудовской Аравии. Прошла лошадь, или верблюд топнул, нефтяной фонтан забил. У нас нужно бурить 2, 3, 4, 5 километров. Это не каждый сможет страна. В России опытные есть бурильщики. У них есть такие? Вот они там все тренируются на своих прибрежно-морских. Потому что там всего километра бурить. А что они не могут с поверхности начать? Ну это я специализацию, ладно, вы не поймете. Отниму шикотан. Я понимаю. Да мне вообще ни сколько шикотан не жалко. Но это же лучшие земли России. Лучшие. Что там есть? Знаете, отдается Господу даже и лучше. У нас только в Алтавском крае не засеянных, брошенных, миллион двести тысяч гектаров. Вы думаете, что если отдать шикотан Японии и даже Камчатку, эти язычники дальше не попрут? Да это самураи. У них вот тут вот еще броню порвать и дайте нам еще что-нибудь теперь. И все. Поэтому это все. Я полного рода продаю. Знаете, я читал этого адмирала Невельского. Вы читали его? Нет. Адмирал Невельской, который амурские земли открыл. Он амур-то и открыл. То есть никто не знал, что если-ка амур. А там китайцы были тысячелетиями торговали с иноземцами. И когда они проплывали, смотрят эти хунхузы стоят со всеми. Он пищаль-то говорит. Ну-ка, ребятушки, положите пищаль-то. Пищаль-то, пушечка маленькая. Они ее зарядили картечью, положили к казаке-то. Прикрылись тулупами. Подплыли. И он к ним подходит. А этих хунхузы, там главный у них, дань собираются, этих хостяков-то. Ну и он, там, Талмач, все переговорили. Говорит, а вы откуда здесь? А мы аж из Пекина. А где это? Да там-то. А вы откуда? Он говорит, а мы там еще дальше. От белой царицы Екатерины как раз. И они говорят, да что-то, говорит, вас маловато, говорит. Ну и знак своим делает этим мукером-то, хунхузом. Давайте сейчас, мол, этих ребят-то русских возьмем. А этих только трое вышло. И он тогда молодецким посвистом, они открывают эту пищаль-то и показали им. И они раз иритировались, и их нету. И они потом спрашивают, а что они тут с этим, астяков-то? А они, говорит, постоянно с нас тут дань, говорит, собирают. А откуда, говорит, они? Их сколько человек? Тогда вот приходят тут, сколько тут, 30 что ли, и собирают. А мы-то теперь тут с вами жить будем. О, так вы, говорит, лучше, вы-то, говорит, тут будете, все будете знать. И так и они устроили. То есть русские-то ничего не захватывали. Это земля ничейная была. Там дань собирали, пришли русские, стали там жить. Мне кажется, это лучше, чем жить, чем собирать. Никто не знал. Они географию там раскрыли, эти русские. Сколько там погибло и сколько вымерзло. Сынга там постоянно, если читаешь. То есть мы потрудились, русские, и поэтому на чужой каравай роток-то не разевай. Так, идет полный дележ на карте, все как отнимает, какому государству. Да это всегда было. Это пускай и делят. И убедно было. Игнатий Ильич, прецеденты должны быть. Это понятно, сатана же действует. Не могут терпеть люди. Давайте покажем. Население сколько? Пять человек на квадратный километр. А у них восемьсот. Игнатий Тихонович, я вам говорю, что вот по Колыме едешь, двести километров, вообще населенного пункта нет. Если, дай бог, нету обогревочного пункта, и ты сломался, пиши кранты, все, минус шестьдесят. Ты никуда не выйдешь. Все. И кому нужна эта земля? Вы хотите сказать, китайцам? Или японцам? Они прям спят и видят, что ли, как шагнуть в эту шахту, чтобы опять пятерка туда улетела? Да они боятся пуще... Или представьте, у них обезьяна сидит около фудзиямы, чешется, и снежок идет. О, в Кита... В Японии холодно, на фудзияме ноль градусов. И у них показывают такие там эти водоемы, а оттуда гейзеры бьют. И обезьянки эти лохматые, их не японские, купаются им хорошо. Я думаю, господи помилу, у них обезьяны лучше, чем мы здесь живем. Не искупаться, не в снегу же мне валяться. Я помыться не могу два месяца, если никто не пригласил. Все отнимут. Ну отнимут-то, да зачем, я не могу понять никак. Им это не надо ничего. Им нужна север, что ли, нужен? Да, им сто лет не нужен. Все отнимут. Тут же невозможно ничего выращивать. Еще вам говорю, лучшая пшеница алтайская, красноярская пшеница, только скоту. В Екатеринбурге, вот у них скоту. В Казахстане еще, ну и то на юге есть, но в Казахстане это не Россия. Так что у них-то никто не отнимет же, я понял. Мы говорим только о России. Дошли до Урала, а там только не Черезземья. Но Москву-то еще никто не захватил. Там тоже минус 40 постоянно. Как война, так минус 40. А здесь эту Сибирь, ее никто не будет захватывать. Захватят. Дело все в том, сейчас в Красноярске открыли из 21-го месторождения нефтегазоносное. 300 лет качания газа договорились уже с Японией. В Японии построены 4 суперсовременных газбольдерных корабля, самых мощных, которые будут перевозить в Японию газ. Они что, дураки? Если им бесплатно, это отдают считать. Все растет на полях Новосибирск, Алтайский край, пшеницу выращивают, свеклу. Посмотрите, что есть. Зачем мы тут? Какой тут мороз? Все привыкли, все заберут. Вот так трудозатраты такие. 16 центнеров на гектар против канадских 60. В Канаде 60, а у нас всего 16. И то Игорь радуется. Слава тебе, Господи, 16. Батюшка говорит, о, в этом году 16. Игорь рад. Потом так почесал. А в Америке, говорит, есть и по 170 с гектарами. Женя Долгов подстегный. Игорь, Женя Долгов. У него 6,5 тысяч гектар. У одного. И у Игоря 16. Я говорю, а у тебя какое среднее урожай, он говорит, примерно 42. Рядом, на расстоянии, по поля, контактируют рядом. А человека, японец, будет собирать 60. Где японец, вот смотри, корейцы приехали, какой лук выращивают, что. А русские ничего нет, пустое место. Сколько химии, да. Понятно. Понятно. А нам больше и не надо. Если садочки хватит, куда его? Им-то, это рвачи приехали сюда. Это непростые люди приехали, это рвачи. У них есть такие же рвачи. Там живут корейцы. Какие рвачи? За первую. Даже газета Комсомольская правда пишет, посмотрите, вот на них нападают. Арбузные бахчи, здесь, говорит, ничего не росло. Бахчи, показывают лупу, сколько они, ну там, удобрения какие есть. Вы слышали о челленджере? В 86-м году, в 87-м взорвался челленджер. В 86-м. В 86-м. Почему взорвался? Идет передача. Прокладка перегорела. Она не перегорела, вот в чем дело-то. Тонкая. Нет, не тонкая. Она не была рассчитана на морозные условия. А у них во Флориде, этого там, 19-го февраля, ударил мороз минус один градус. А у них все производство, Флорида, там же всегда тропики. Апельсинная застопия. Ну конечно. И кто знал, что будет минус один? И они говорят, у нас резина эта, для этих, вот эти, не рассчитана на мороз. Если, говорит, будет хотя бы там плюс пять, там или сколько. А при запуске, они рано утром запускали, как раз минусовая температура. И у них лопнула резина, сжалась. Она у них не рассчитана. Это народы, которые всегда живут в тепле. Возьмите карту просто географическую, посмотрите, сколько стран находится ближе к полюсу. Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Канада. Все. Ну, Гренландия. Все. Все остальные в тепле. Гольфстрим омывают. У них, в Англии, они находятся на широте, дальше Магадана. Но однако у них там плюс семь с самой лютой зимой и с дождичком еще постоянно. Эти люди не знают, что такое жить в суровых условиях. Приучился. А что, Гилландия, не приучился? От него все. Они даже солдат не научили на чистом поле как их ходить. Я хотел, я бы так думал, разговаривай, Игорь. Вот пройдет год-два, а оно может больше не затянется. Если Господь позволит нам обратно собраться, мы уже будут здесь другие правители другой стороны. Что ж тогда ты будешь говорить? Махать уже не придется. А если не будет? А? А если не будет? Не будет, отложил Господь дальше. Это не может быть. Лихо. Поздравляем. Такую несправедливость. Представьте, земля Божья. Не где-то ООН решают. Страны передовые. Как? Только у одного народа все находится, они у него не обихаживают землю, а у других ютятся не где жить. А там ничего не растет на этой земле. Да где она растет-то? Как будто вы не ездите по нашим краям. А в Дании растет. Ну что? А в Дании растет. А как оно может расти на севере? В Дании на севере? Ну да. Дания какой север-то? А у нас чуть повыше Санкт-Петербург уже все мучается, погода. Так потому что там Петербург действительно в стрим-то дальше уже. Игорь, я еще раз говорю, когда попадают люди, которые здесь даже были, трудились наши, вот отец мой рассказывает, все было абсолютно. И сейчас ничего нет. Я помню, захватил, какие у нас были бахчи, это я даже не могу сказать, примерно вот такие вот арбузы. И мы, огромные дыни, арбузы, и где? Ну вот рядом, где ягоды берем-то? И мы еще ребятишке подползем, и на боку, к голове его прижмешь, если он хрустит, значит, на него сорешь, и катить это ворвать. А когда откатим, арбуз за три, тогда идем в шалаш просить, чтобы один дали. Рядом, который на той стороне лок, он весь был красный. Это мак. Это десятки гектаров было. Ему туда ходили, мак брали. Берем целую сумочку, и целый день его жуешь ходишь. Все росло, сейчас ничего не растет. Игнатий Тихонович, возле нас лужа. Вот дождичек прошел, лужа, и все стоит зеленое, желтое, отрава прямо настоящая. Что оттуда бьется? И какие урожаи? Вот и все. Что-то прикроет, по-другому, не будет чисто. Вот сейчас показывают Евроньюз, утром новости, да? И показывают погода по всей планете. На всю планету погода. Везде тепло. И везде показывают, везде показывают, везде показывают, везде тепло. А у нас в России показывают только Москву. Вы представляете, показывают даже во всяких там глубинках, в Африке, во всех, во всех, во всех показано. В Африке тепло. У нас, нашу Россию, не показывают даже вообще, кроме Москвы. Да, не показывают. Нигде не показывают температуру. Почему? Пять женщин боятся. Вообще не показывают. Пять женщин. Почему? Потому что продали. Ну, на котлетку почему не показывают? А потому что там Здесь минус огромный. Это, допустим, покажет, и что? Наоборот, бы это хорошо показало тех, которые думают захватить ее. Они поэтому и не показывают. Они поэтому и не показывают, что нужно молодежь подготовить, что Россию можно захватить. Можно. Начинайте, ребята. Только с апреля месяца нужно начинать, чтобы до Москвы только дойти. А там еще за Урал. Что интересно, выступают генералы-полковники, и все понимают, речь идет только о партизанской войне вести. Что это все будет сдано по Уралу. Китай все обработает. Китай все эти ярусами холмы-то обрабатывает, террасами, а вот это-то. Не умри только, когда будет. Оно просто не может по-другому быть. Это настолько несправедливо. Наша земля, когда она была, земля Господня. А чего тогда мы не можем? Давайте с китайцами заменимся. Я хочу там пожить. Я вот в Пекине приехал у нас, геолог, недавно. Дайте мне жить в Пекине. Они там постоянно занимаются строительством круглый год. У нас здесь полгода стройка стоит. Мы не можем виадуки сделать через дороги. Асфальт трескается, лопается везде. О чем вы говорите? Кому вы нужны? Захватят кого-то, захватят. Сначала они будут покупать. Они не дураки, чтобы просто так лезть и на войну. Тем более, зная Россию тупую. Сейчас об этом говорят. Какие огромные куски алтайской земли закупают уже. Про Алтай. Да и пускай закупают. И сколько они бросили уже. Пускай покупают. Почему ничего не зря? Это как инопланетянах вы нам рассказываете. Вот все говорят, инопланетяне, инопланетяне. И никто ни одного не видел никаких. Ну все о них говорят. То же самое. Вот разговоры идут, что у нас все, что-то кто-то купил. И где? Ну вот приехали к нам японцы. Снимать на Колыму. Снимать, как идет разведка. Сами, конечно, они все шпионы. Золото колымское им надо. Ну и что? Стоят суцки вот эти вот с узких глазами, синие все. Они, во-первых, разодеты во всю химию. У них там все напичкано вот так вот электроникой. Они все на батарейках. И что ты так будешь работать? Поехали на своем Ниссане. Выехали уже. А минус 50 мы посмотрели. А мы на УАЗике. И это, и кастронавы. Мужики, вы что, собрались это в тайгу что ли на нем? Ну да. Давайте-ка завернули на базу. К начальнику экспедиции. У ребят-то Ниссан этих японцев. Японцев. Они же это, 50-то. Колумбом станут. Ну понятно станут. Ну так что, делай что-нибудь. Созвонились там все с его разведкой геологией. Выделяйте ему УАЗик. Выделили ему УАЗик. Так они туда еле запихали. УАЗик-то не такой, как у них все оборудовано. С музычкой с ихней японской. Со всеми сидениями. Ну поехали они. А потом рассказывают. Говорят, русские, вы хитрый такой народ. Вы, говорит, теперь понятно, почему, говорит, не делаете дороги себе. Вы, говорит, себе хороших машин наделали, говорит, которые по Иракам ездят. И, говорит, теперь наша-то машина, говорит, там в первой же колее встряла. А этот ВАЗик, говорит, везде проскочил. Ну и все, приехали этот миллиардер, этот приехал сам, снимал этот документальный фильм. Ну снял его. Ну и где эти японцы, покажите мне. Вот я перед ними там красовался орлом, павлином. В 88-й год. Я оттуда уезжал в 96-м. Ни одного Косоглазого нету. Где они все? 9 лет прошло. Никого? Ну за 9-то лет могли уже какого-то самурая, норвозостойкого родить. Не раздели. Потому что я там замерз уже. А и так и не дождался. Разработает этот сибирский колондай. Вот и все. Пока не разработает, там он закончится уже. Дай бог, чтобы ничего не было. Но этого не может быть. Конечно. Просто не может быть. Конечно. Нет, я говорю про японцев, не про китайцев. А китайцы, я вам хочу сказать, это пожиже японцев. Япошки, это япошки. А китайцы, это китайцы. Они смотрят сначала на японцев, потому что это их старшие братья японцы. А Китай без Японии, он никогда в Россию не пойдет. Никогда в жизни. Ну ты о чем говоришь, Китай? Да посмотри, какая армия. Когда они пошли? С какая армия? Какая армия? Какая армия? Одна из самых лучших в мире сегодня показывает. 4,5 миллиона под ружьем. Но не для минус 60. Да посмотри, эта держава атомным оружием обладает. С какой-то Японией сравниваешь-то. Да, но только не для Сахарии и Куки. Одной дивизии, китайских развернуто 100 дивизий. Ну что смеяться, к бамбуковым палками заколотят все. Вы знаете, что такое атомное оружие? Да. Ну атомное оружие, вот кину атомное оружие, и нет никаких дивизий. У русских-то ракеты везде стоят. На каждую ракету тройная сегодня защита, чтобы они не взлетели. А от китайцев? Да почему от китайцев? Да от кого? Да от кого? Ну от кого. А причем из НАТО и Китай? Да какое тут все заодно все двинутся? Ракеты-то на границе с Китаем стоят. Как достанут эти лучи? Да это все придумано, кстати. Это я тоже смотрел все. Изра, ты не знаешь. Эти лазеры, это все выдумка американская. Эти лазерные самолеты, которые останавливают эту ракету и там наведение сбивают. Это сказки просто. Нету ничего этого. Нету еще этого лазера. Будет сожжено. Нам и Библия говорит. И слава Богу, что так говорит Библия. Ну сгорит такой состав снести. Но написано так, что войска с севера пойдут на юг. А север мы пока знаем где. Это мы точно знаем. Это все отнимут. А потом опять вернется. Войска с севера пойдут на юг. Вы думаете, войска с севера это Франция или Англия? Я думаю, что это только великая, великая, могучая, несокрушимая, подлая, коварная и злобная Россия. Ее уже разложили, не армия. Будет все. Все будет. Все вернется на круги свои. Давай, считай пока. А все. А все? Да. Очень интересная тема была. Да, он все для занятий как никогда. Да. А что? А что? По розове? Анарктику, Санта. Аляска, Аттеполь. Я никому не видел. Аляска, Аттеполь. Аляска продали. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец нашего, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Аминь. Царю Небесный, утешителю души, истинные же бездесы, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселись овны, и очистены от всяких скверных. Спаси блажь и души наши. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веково. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веково. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука ваго, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова, открывшийся с этим именем Авва-Оче, свят, свят, свят Господь Саваух, вся земля полна, слава Его, аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир, человек от благоволения, аллилуйя. Благодарю Господи за день, когда даровал веру в Тебя и в ожидание страшного суда. Хвала Тебе. Благодарю за день, когда вручил мне Святую Библию и показал толкование святых отцов и решение соборов вселенских и поместных. Хвала Тебе. Сохрани нас в святой православной вере. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресной Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Матерь Божья, за услышанную молитву, что сохранила отпадение, сокрушение, предательство, измены, малодушие, уныние, отчаяние и впредь не оставь Твоим попечением. Покрой нас самоформы любви Твоей. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Единому вечному Богу похвала. Аллилуйя. Святой Ангел, Хранитель мой, моли Бога мне грешным. Благодарю Тебя, Ангел. Столько лет Ты хранил мою душу от многих опасностей в воздухе, на земле и в воде. Аллилуйя. Прошу Тебя, мой Ангел, не покинь души моей, когда она будет разлучаться от тела в смертный час. И проведи душу мою по страшным непонятным мытарствам, и веди ее навеки в царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Господи, Боже наш, слава Тебе. Нет иного Бога, кроме Тебя. Хвала Тебе, счастье, поклонение. Аллилуйя. Ян, креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Благодарю Тебя, Ян, креститель, за услышанную молитву. Научи нас подражать Тебе. Господи, научи нас жить благодарностью, имея пропитание и одежду, быть довольным. Мы каждому даром и жилье. Господи, слава Тебе. Научи нас не бояться мирских властей, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святителю Христову Никола, мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, Боже наш, слава Тебе. Господи, пролей милость Твою на врагов, и отступникам помоги восстать. И всякую ересь и заблуждение исторгни из пепели. Обрати многих непознавших Тебя, находящихся вне церкви, серетиков, сектантов. Обрати их, Господи. Сохрани нас в святой православной вере. Аллилуйя. Святой пророк Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоавель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, молите Бога о нас. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою невесту, дабы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками, полными Илья, благодати Духа Святого и добрых дел, соделанных в любви. Аллилуйя. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию и предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Авраам, Исаак, Яков, молите Бога о нас. Господь, даруй нам жажду исследовать Слово Божие, поступать по евангельским словам. Ни в чем не нарушая святые Твои десять заповедей, которые Ты изложил нам в двух Твоих заповедях. Аллилуйя. Святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарпс, Минский, Иустин Философ, Касмай, Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников. Царь Николай, святое царское семейство, Владимир Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас, да укрепит Господь церковь свою, дабы никто не принял начертания зверя антихриста на правую руку или на чело. Аллилуйя, Господи Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла первомущенца, Фатина Семарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь, София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна и Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливости женам и девам, и сохрани их, Господь, от всякого поругания, и прими нашу молитву возъянья рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, и соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на земле и на небе, и о всех желающих нам блага. Тебе хвала, слава, счастье и поклонение, отец, сын и святой дух, аминь. Говори, Господи, слушай, это раб Твой. Аминь. Аминь. Ну, просите, где-то, 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 где-то.